Для натуральных кистей эта фабрика использует шерсть свиней, привезённую из Китая. Они приходят в вязанках, рассортированных по длине. В каждую кисть могут входить волоски пяти различных вариантов длины. Благодаря этому достигается оптимальная жёсткость щетины. Волоски всех пяти типов длины поступают в специально сконструированную перемешивающую машину. Сначала она расчёсывает волоски, распрямляет их и вынимает закрученные. Потом распределяет волосы по длине. Рабочие помещают пучок волосков всех пяти типов длины на вибрационный стол. Как и человеческие волосы, шерстинки животных имеют кончики и корни. На столе ворсинки разравниваются. Каждая горсть хранится в специальном контейнере, пока не придёт пора скрепить их стальным зажимом, который держит волоски в кисти. Эта машина производит крепежи. Она нарезает тонкие стальные полосы на полоски от 3 до 4 сантиметров в ширину. Края зажимаются, чтобы полосы были более жёсткими. Потом вырезается узор ёлочкой, но уже в чисто декоративных целях. Затем лезвие нарезают стальные полосы на куски, длины которых будет достаточно, чтобы обернуть кисть. Машина оборачивает каждый из них вокруг кисти и зажимает концы специальным приспособлением. Крепежи готовы, как только шов закреплён. Вернёмся к ворсу. Специальная машина помещает его в крепёж. Рабочие загружают волоски в одно отделение машины, а крепежи в другое. Машина берёт необходимое количество волосков. Зажим подцепляет кончики и вставляет их в крепежи. Вибрирующее устройство разравнивает волоски. Полоса картона необходима для другой части оборудования. Машина разделяет волоски, прорезает куски картона. Это оборудование создаёт углубление в верхней части щетины, чтобы краска удерживалась на кисти. Затем машина вытягивает волоски на определённую длину, при этом оставляя в зажиме около полусантиметра. Рабочий удаляет выбившиеся волоски, а ручки для кистей создаются из частиц пластмассы. Вакуумный насос затягивает материал в выплавляющую машину, которая обрабатывает их при температуре 205 градусов Цельсия. Затем расплавленный пластик помещается в специальную форму для отливки ручек. Через 5 минут ручки вынимаются из формы. Рабочие помещают 30 ручек за раз над чаном с краской. Затем они медленно опускают их, чтобы не допустить появления пузырьков. Первый слой – это грунтовка. На этот раз в чане находится краска. Она высыхает за полчаса. Третий слой – это лаковое покрытие. Он защищает краску и придаёт блеск поверхности. Теперь пришло время закрепить волоски к ручке при помощи сильного эпоксидного клея. Он наливается в основу зажима. Конвейерная машина скрепляет уже погруженные готовые элементы. Машина скрепляет ручку с кистью и забивает по три гвоздя с каждой стороны для надёжности. Наконец, печатный станок наносит логотип компании на одну сторону ручки. Кисти выпускаются различной длины и ширины, чтобы каждый мог подобрать именно ту, которая ему нужна. Редактор субтитров А.Семкин